Привет, мои дорогие! В этом коротком видео разберемся с моделью Grow. Как с помощью модели Grow можно разобрать свою цель и провести само-коучинг. Модель Grow используется в коучинге. Ее придумал и вывел в 80-х годах сэр Джон Уитмор, который написал книгу с одноименным названием. Так и называется. Книга «Коучинг». Такая черненькая. Обязательно запишу вам о ней видео. Чем знаменита эта модель? Модель знаменита тем, что практически любая коучинговая сессия строится на основе этой модели. И давайте разберемся, как вы можете помочь самому себе ускорить достижение своих целей с помощью модели Grow. Grow это аббревиатура, где первая буква G означает goal, цель. Что это значит? На этом шаге вам стоит задаться вопросом, чего я действительно хочу, что для меня важно и какой результат я хочу получить. На этом шаге еще очень важно задаться такими вопросами, как я проверю, что я получил результат. Как я пойму, что я именно получил то, что я хотел. Когда цель поставлена, переходим к следующему шагу. Реалити. Смотрите, реалити это реальность. Это наша точка А. Это то, где мы есть сегодня на самом деле. То есть наша объективная реальность. И на мой взгляд, шаг Р, реальность, он напрямую связан с нашей самооценкой. То есть мы можем себя недооценивать, а где-то мы можем себя переоценивать. Если мы себя недооцениваем, то когда мы разбираем реальность, мы находим много скрытых ресурсов, которые у нас есть, но мы почему-то их не замечаем. Если мы где-то себя переоцениваем, то это помогает нам, скажем так, заземлиться и стать более реалистичными. То есть когда мы описываем реальность, мы описываем точку А, мы задаемся вопросами, что есть сейчас, то, что реально есть сейчас. Какие у нас сейчас есть ресурсы, какие существуют угрозы потенциальные, что реально происходит. И этот шаг очень сильно вытрезвляет. Когда мы проработали реальность, естественно, если вы работаете сами с собой, это все лучше делать на бумаге, либо в каком-нибудь документе на компьютере. Следующий шаг Options. Это возможности и варианты. На этом шаге мы рассматриваем все возможные варианты решения этой задачи. И здесь очень здорово применить методику мозгового штурма, даже если вы работаете сами с собой. Здесь лучше включить вот эту креативность и набрасывать, набрасывать, набрасывать все варианты, несмотря на реальность. То есть набрасывать варианты реальные и нереальные. Что можно сделать, какие есть варианты действий, и кто может мне помочь. Вот три основных вопроса, которые стоит задать себе на этом шаге. Когда вы набросали огромное количество вариантов, вы прекрасно уже знаете, что есть варианты, которые вы реально могли бы сделать, но вы их делать реально не будете. Такое с таким каждый встречался. Я так реально часто с таким встречаюсь. И следующий шаг, четвертый, называется Will. Он переводится неоднозначно. Он переводится как намерение, либо как действие. То есть какой здесь ключевой момент. Здесь что ты реально сделаешь. То есть когда мы на предыдущем шаге рассматривали возможности, что можно сделать, то сейчас уже на четвертом шаге, когда мы разбираем свою цель, мы смотрим на то, что я реально буду делать. Реально из своих возможностей. То есть если я понимаю, что я вот не буду бегать каждый день, то я скорее всего выберу ходьбу, да, в качестве кардионагрузки. Потому что, ну вот это моя правда, я сейчас рассказываю про себя. И здесь нужно хорошенечко отдавая себе отчет, наметить шаги по достижению к цели, но которые вы реально, практично будешь делать. И задать себе вопрос, что ты реально сделаешь, как ты это будешь делать. И здесь еще очень важно обозначить сроки. То есть когда ты это будешь делать. Вот такая простая модель, которая состоит из четырех шагов. Просто модель задавания эффективных вопросов. И я вам могу так сказать. Каждый коуч знает эту модель. Если вы хотите понять, настоящий перед вами коуч или ненастоящий, попросите его рассказать вам про модель Гроу. Если человек не знает про модель Гроу, то он профессионально не обучался коучингу. Почему я это говорю? Потому что на рынке, к сожалению, есть очень много людей, которые себя называют коучем, но не имеют никакого отношения к данной специальности. Друзья, будьте счастливы, достигайте своих целей, ставьте лайки, пишите комментарии. И я буду рад, если вы будете делиться этим видео со своими друзьями. До скорых встреч. Пока-пока.